привет всем благослови всех господь и сохрани все господь во имя отца и сына и святого духа аминь в первую очередь я хочу сказать богу иисусу христу спасителю что он спас меня когда я умирал поставил меня на ноги и дал возможность рассказать вам эту истину цели дьявола в твоей жизни или покушение дьявола на жизнь человек или нападение дьявола на жизнь человека сегодня я шел на улице и у меня мысли такие самому себе были а может быть ты своей силы восстановился может быть это вообще совпадение что у тебя все хорошо получилось может быть у тебя еще что-то в сам себе не было со мной рядом никакого человека это был сам собой разговор и мне сразу такая духа святого такая мысль когда это все начало произойти когда я покаялся от сердца и когда я начал держаться за истину получается когда ты держишься за истину дьявол не имеет доступ к тебе аминь истина это иисус христос вера в него меня спасла вера повторяю в него спасителя по молитве я кричал к нему и вот это вера в истину она меня держит в живых это я вам говорю открытым открытыми словами такими да из-за этого цель сатаны нападение на человека или до нападения ясно завода или покушение да он нападает по-разному на нас по разному нам он такой мудрый этот он нападом и должны это просто про это я должен это сказать вот у меня была такая ситуация он будет все пробовать чтобы тебя сбить сбить строя чтобы ты дальше не верил в бога цель сатаны чтобы в твоей жизни не было веры или была бы вера но без истины а это не совпадает потому что истина иисус христос у нас спасает посвящение нас держит и также ведет с богом мы должны всегда думать об этом и всегда делать то что хочет бог наш отец небесный он спас меня по своей благодати и милости поставил на ноги и дал возможность мне рассказать тебе это чтобы тебя это коснулось и чтобы ты также стал на колени также покаялся и также начал держаться за истину много людей которых нету к сожалению уже в живых они не успели захватиться за эту истину они не успели просто взяться за него дьявол сильно был в жизни а многие душ сколько людей убивает каждый день и эти люди уходят не дай бог в ад без спасителя и это очень важный момент для нас для всех людей чтобы люди познали истину и чтобы истина была в их жизни потому что истина спасает меня каждый день и также она может спасти тебя и это стопроцентовая истина иисус христос теперь я хочу прочитать с библии пару очень важных моментов что говорит слово божие про этого дьявола который живет и хочет чтобы мы когда когда мы находимся в воле божией поймите одно воля божия это когда мы хотим жить так как хочет бог воля божия это когда мы стараемся думать не о каком-то материальном бизнесе или еще что он то а когда мы стараемся думать только спасители иисусе христе и мы не то что стараемся думать мы стараемся также жить сердце каждому из нас говорит как нам правильно жить сердце нам говорит что нам делать часто мы сами себе можем ответить правильно ты поступил сегодня или нет в конце дня ты можешь помолиться за этого человека благословить и исправить свою ошибку потом начинается опять новый день самим собой идет нас противостоять с плоти мы бороем борьба да из-за этого мы должны все понимать прекрасно что это все реально и сатана хочет просто и вождь я цель твоя вера это это сегодня у меня произошла такая ситуация он просто егошнее покушение в конце концов он хочет чтобы человек возгордился типа он сам все сделал я сам себя я сам же я не пью не курю это все я сам я исцелился сам печень исцелилась это нормально сердце у меня исцелилась нормально сахар у меня восстановился это тоже все это бог вообще с этим не связан цель его в твоей жизни чтобы ты можно сказать или мало веры веры был мало веры или вообще желательно чтобы ты ну в галочку поставил и все я верю но с богом ничего общего не хочу иметь но это же полный бред вы же сами сколько встречаете таких людей и вот эти мысли которые мне сегодня прилетели это было не шутка да это потому что я сам встречаю людей у которых в жизни бог его освободил поставил все дал все самое хорошее даже дары дал и человек и он уходит другую сторону и не дай бог он отойдет от бога надо не забывать как стоит библии первую любовь вот эту до который бог нам дал возвращаться к ней когда вот представь себе вот этот день который у меня произошел когда я встал на ноги когда я начал думать о истине вот этот день это самое такое такое тема когда ты думаешь слава богу надо держаться бог меня освободил я не мог отойти а здесь бог тебе вмешался и всегда думая об этом состоянии когда бог тебя коснулся и освободил трезвитесь и бодрствуйте чтобы противник ваш дьявол ходит как рыкащий лев ища кого погубить он ходит да и он будет ходить пока мы на этой земле и не давайте месту место дьяволу а как вы не будете давать место дьяволу только тогда когда вы живете в воле божией воля божия благая угодная бог хочет чтобы все люди спаслись а сегодня опять это читал чтобы познали истину и чтобы как конкретно держались за нее об этом тоже стоит библии также что хочет сатана иногда нас развести как ну чтобы мы упали отошли от веры он старается через человека наша плоть верить в человека или также верить в нашу силу типа вот сейчас я я себя чувствую сейчас лучше бог меня поставил на ноги уже здоровье как-то чувствуется ну все лучше и лучше да это состояние из-за этого библии также стоит так говорит господь проклят человек который надеется на человека и плод делают свою опору у как и у которого сердце удаляется от бога проклят человек это получается у сатаны цель чтобы мы отошли от веры потом у нас автоматически будет как всегда какой-то человек у всех у кого-то да и и наша плоть пока мисс мы опять не запоем песню не дай бог что плохую песню тогда мы думаем о теперь нужен бог и вот теперь моя плоть бог меня восстановил я теперь сильнее стал крепче да все бог поставил меня на ноги а теперь я попробую все теперь вот гордыня она же тоже не спит наши гордыня наше тело что типа я без бога а может быть вообще это не бог может быть я такой сильный может у меня дух есть такой что я смог удержаться меня единственное что меня спасла это истина и вера в иисуса христа все если бы у меня не было бы веры меня бы сатана бы дальше развел он бы сказал зачем дальше жить это все бред и вообще тебе надо не жить и всем всем только ущерб приносит и дает эта цель ошня была долгие годы чтобы я быстрее ушел а здесь бог ставит запятую и не точно запятую запятую конкретную такую с благословением потому что наша бра брань наша война брань не против крови и плоти но против начальств против властей против мироправителей тьмы века сего против духов злобы поднебесной аминь и также дьявол сатана змей вор как библии стоит он к нам конечно подходит тогда когда мы думаем что мы такие сильные да он думает все сейчас вот я подойду когда мы расслабляемся мы забываем молиться забываем библию читать мы забываем обновлять наши мысли поймите одно мы каждый день чем-то заряжаемся или ты заряжаешься словом божьим библией который делает тебя мудрее который помогает ответить врагу слова как иисус сказал не только хлебом что мы кушаем нас делают сытными все а каждое словом будет жить человек получается не только от еды как моей жизни из этого вор приходит делал чтобы украсть убить и погубить это реальная реальные слова вор дьявол первое покушение самое главное покушение у него наша вера если он задел нашу веру если он взял ее в руки если он нам объяснил что бога типа нету мы бактерии или еще что-то как люди там ели сне пишут что это все неправда это все а только это истина меня сделал свободу и только это истина может сейчас здесь вам это говорить так бы я ни слова не могу какой говорить об мне каждая был уже живой бы не был бы если бы не бог из-за этого я говорю дьявол будет приходить и не думайте только что он может прийти к вам духовной стороны или по плоти там какое-то настроение плохое как он подошел к его его да вот вы читали из библии почитайте очень интересно вот сатана подошел к богу гайда его суда я его заберу он он если я у него заберу он был такой богатый человек и о если я у него заберу ну типа я дьявол говорит богу давай его он сто процентов сломается если я заберу у него он богатый был если у него заберу например жену заберу и вошню все богатство заберу детей да но начинал по моему эта история началась он с богатства начинает он говорит вот если у него это все богатство заберу посмотрим будет он тебя прославлять или нет а бога и ты можешь все забрать только душу или сердце ты не заберешь веру это вот это тоже тема получается в веру нету доступа бог хранит нас все это вера в нашем сердце мы никому не отдадим ее и так подошел сатана киову он хотел за он забрал у него да сначала по моему весе все богатство да потом детей там что-то дети погибли что-то такое ну я читал это можно повторить там записано даже у меня это тоже на канале и последняя уже когда его сидел уже весь был в болезнях уже вонял от него от этой болезни или че там уже жена говорит все короче это он до сих пор говорит нет бог ну где-то у него было сомнение по моему все равно он всегда верил в бога этот и и в конце концов очень хорошая история он верил и бог его потом после этого ну испытанная вера вот это его да все эти нападения дьявольские потом бог его поставил на ноги после того он ему дал три или сколько там раз семь раз больше богатства он ему дал очень красивых детей красить самый красивый по моему там стоит и также жену и все так далее бог все восстановил пока он никогда не отрекся от имени устал я верю моей жизни тоже было очень много проблем очень много ситуаций но я все равно вот я сейчас познаю истину но я всегда верил хотя жил грехе и так далее но вера была даже когда-то были такие ситуации ситуации когда человек просил помолиться мы даже в не в трезвом состоянии молились за него и он принимал иисуса христа были такие ситуации но в конце концов к чему все почему бог не дал это что я должен это говорить мы все должны об этом думать мы все должны всегда ждать и самое главное чтоб наша вера не ослабла бог живой иисус христос спаситель держись за истину и он доведет тебя до конца только он он не зря сказал всем людям я есть путь истина и и жизнь то последует за мной тот придет к богу да вот это только через меня придешь к богу да также он стоит библии что я он сказал народу я есть свет миру да кто последует за мной тот не будет ходить во тьме вот представьте вот я сижу сейчас комнате свет выключил есть эти все лампы выключу света не будет куда мне идти я же могу упасть споткнуться или еще что-то из-за этого иисус христос сказал я есть свет миру по последует за мной из-за этого давайте все вместе идти за богом до конца и старайтесь понять что вашей жизни есть тоже дело какое-то откройте насчет какой-то христианский или канал или записывайте про бога или ячейку молитесь будьте в движении бога если у вас есть семья начните начните семьей проводить воскресные служения дети чтобы это слышали потихоньку углубляйтесь в этим тренируйтесь также у кого нету семьи моли бога что бог тебе дал семью что ты пришел к истине ищи конечно не так что ты лежишь ничего не делаешь ищи но только сердцем уже не с таким каменным как стоит в эту библину сердцем но он который бог тебя даст через покаяние и потом бог тебе тасса в жизни у него есть план для тебя я думал моя жизнь все конец моей жизни я думал я пропал я думал все у меня уже полностью конец и здоровья и все так далее нигде ничего толком не получалось еще плюс все эти аварии плюс эти все потом еще зависимость моей жизни и вот эти все да и это страшное дело очень много людей умирают от рабства сатаны от незнания истины библии тоже про это да стоит от незнания истины правда или что такое гибнет мой народ и это же правда это же ну сто процентов от незнания истин ты познал истину живи уже так как хочет бог чтобы ты был уверен что твоя твоя родина твоих свое гражданство на небесах они на этом миру здесь мы все гости временные гости которые пришли сюда и за это будь готов всегда встретить бога и не слушай что тебе говорит дьявол начни читать библию новый завет друг друга как в библии стоит давайте вдохновлять друг друга мы должны друг друга не то что давить там в тебе нету бога ну если ты говоришь про бога иисуса христа спасителя принимайте это и я например моя мое желание чтобы вы познакомились с иисусом христом спасителя но вы можете с ним познакомиться без меня только он посредник своей библии почему-то в библии также стоит между человеком и богом человек иисус христос посредник вот почему-то человек получается только через него выпакать и значение читать библию я должен только про него рассказать про бога про спасителя и все больше моей жизни ничего нету я был бы очень рад если много людей дальше каялись дальше восстанавливались дальше изменяли жизни дальше шло вперед и только уже в истине с богом как приятно слушать человека которым искренне верить бога и который хочет жить так как хочет бог как приятно слышать человека в котором живет истина вы же сами это прекрасно понимаете вот это пару слов которые я хотел сказать в этой проповеди будьте всегда готовы а готовы вы будете только когда когда вы в воле Божией, когда вы знаете истину, тогда к вам не подойдет сатана, и за это вы не сдавайтесь никогда, потому что сатана ходит как лев, и он ищет, покушение идет на веру, а он очень мудро подходит, вот как сегодня ко мне, это конкретная ситуация, что он мне говорит это, ну типа ты же сам восстановился, у тебя же сердце там, все сам, сам, вот эти, сам себе такой, я думаю, какой сам, я бы не в состоянии, я умирал в тот момент, я не знал как остановиться, и вот это когда ты отходишь от этого, это самая такая опасность, да, человеку, и не давайте место дьяволу, это под конец я хотел бы всем сказать, если у кого-то есть вопросы, напишите, спасение в Иисусе Христе, привет, благослови тебя Господь и сохрани, аминь, спасение только в Иисусе Христе, когда мы за него держимся, когда мы живем как он хочет, когда мы даем Богу ходить через нас, Бог сказал, что я, что вы храм Бога живого, мы егошник храм, и через него он будет ходить, и он хочет, чтобы мы через, чтобы мы жили так, как он хочет, чтобы ты познал истину, чтобы эта истина жила в тебе, без разницы где ты находишься, и в какой-то ситуации, Бог любит тебя, Он возлюбил тебя вечную любовью, Он хочет, чтобы ты вернулся назад к отцу, как эта притча про блудного сына, да, когда он возвращается к отцу, и он дает ему новую, новую жизнь, спасение и истину в жизни, да, Бог меня уже благословил, спасибо еще раз за благословение, единственное, он меня сильно благословил, он меня по молитвам и так далее, он мне дал жизнь конкретную, да, ну, не то, что жизнь в раю, это самое, но Иисус Христос, Он отвечает за свои слова, Он не какой-то человек, который просто так говорит, Он сказал, у тебя будет жизнь и будет жизнь и с избытком, я пришел, чтобы у тебя была жизнь и жизнь с избытком, только держись за меня, Бог тебе покажет настоящие сокровища в этом мире, не те сокровища, которые ты думаешь, или которые тебе дьявол навязал, чтобы тебя от веры, от веры убрать, а те сокровища, которые тебе нужны, и старайтесь говорить про истину, этот канал посвящается всем людям, кто ищет Бога, кто его еще не нашел, кто погибает от незнания истины, и кто хочет менять свою жизнь в сторону Бога, не просто одеть крестик и жить так, как против Бога, но ты должен этот крест взять, отвергнуть себя и следовать за ним в своей Библии, не просто так, я не знаю, откуда это все понимание, люди ходят 20 лет в какую-то церковь, и они не знают, что такое покаяние, они толком не поняли, кто такой Иисус Христос, и они также не знают, что от них хочет Бог, это же тоже, это же не шутки все, да, из-за этого будем мудрыми, да, и говорить надо всем это. Если у вас есть какой-то еще ко мне вопрос, задайте вопрос, если нет, я заканчиваю эти пару минут, и будем молиться дальше, идти с Богом, и Бог будет открывать нам еще больше мудрости и больше своего духа, где дух Господень, там свобода, а что такое свобода? Свобода это быть в Боге, а для чего нам быть в Боге, чтобы сатана к нам не подошел, потому что Он подойдет к нам, вот этот свет горит сейчас на меня, и это как приятно, что есть свет, что я во свете, а если бы свет выключить, я бы во тьме был, я даже не понял бы куда-то, и так много народу живут во тьме, они не знают, что может быть это сегодня последний день, у них нет времени, им говоришь, а закрыто, но мы будем стараться с любовью это делать, потому что так же возлюбил нас Бог по любви своей, Он же нас любит, и так и мы должны возлюбить ближнего, так как стоит в Новом Завете, возлюбить ближнего, потому что Бог нас сильно возлюбил, и такой же любовь стараться и к ближнему, чтобы он познал любовь, да, нас будут злословить, будут плохо про нас говорить, будут говорить, что мы не от Бога, что мы живем против Бога, да, или в секту попал, мне вообще пишут в секту попал, было такое уже пару раз, а в какую секту, если я покаялся у меня дома на коленях, принял Иисуса Христа, и честно сказать, здесь я начал конкретно, но у меня я вам хочу одно сказать, у меня пробитая голова сильно, да, и вот эти все зависимости, конечно, Бог восстановил внутренние органы, но у меня еще есть, чуть-чуть есть то, но может быть это тоже во свидетельство дальше, да, всем людям, у меня еще есть вещи, где я путаюсь, где я не могу запомнить вот стихи и вот это все, да, но я все равно хочу наполняться истиной, и она все равно будет жить во дне, это вот возьмите, сделайте тест и слушайте, например, если у вас время есть, возьмите себе, втыкните наушники и слушайте два часа, ну, например, где-то на работе, или где-то вы гуляете, два часа просто Библию, вот попробуйте, послушайте ее, и вот я хочу посмотреть, какая истина из вас потом выйдет, потом из вас выйдет, если вы это с верой примете, она из вас будет выходить 100%, и вот это очень важный момент. Аминь, надо это сделать тоже, тоже отдельный такой ролик подготовиться, да, и рассказать, конечно, Бог меня спас, когда я умирал в своей комнате, если кто-то это не слышал, я всегда это повторяю, я всегда хочу ему сказать, благодарю тебя, Господи, что я живой, и что Бог дал мне сердце, можно сказать, новое, не каменное, да, и тело восстанавливает, и я хочу идти за ним, и Бог от меня убирает злость, он убирал, убрал, освободил меня от плохих вещей, да, и он учит меня, даже когда я спотыкаюсь где-то, где-то я не так себя поведение или что, но я понимаю, я неправильно. Есть еще много вопросов у меня у самого, но я стараюсь просто жить в вере, чтобы моя вера была сильная, чтобы я не сдавался в вере, даже если приходят эти дьявольские, не искушения, а стрелы вот эти, да, из-за этого мы должны стоять всегда в истине и держаться за истину. Всем, всем сердцем, да, Библия стоит. Все, на этом я хотел бы всем сказать спасибо за внимание, я это выложу сейчас. Я надеюсь, у вас все хорошо, вы живете с Богом, и Бог действует через вас. Это очень важные моменты, чтобы Слово Божие жила в вас, и чтобы хоть один человек в мире услышал от вас, что есть Иисус Христос, который любит тебя, который хочет спасти тебя, и который хочет дать жизнь вечную тебе и твоим близким через тебя. Благослови тебя, друг мой Господь, и сохрани. Во имя Отца и Сына.